О чем говорит то, что у вас появилось ограничение запрокидывания головы назад? То есть вам тяжело сделать вот такое вот движение. Чаще всего эта проблема касается взрослых людей. Как правило, с таким нарушением людям очень сложно смотреть наверх. Как только такие люди запрокидывают голову наверх, у них сразу возникает неприятное ощущение в шее и в голове. Кто-то начинает фантазировать и говорить, что у него зажимаются сосуды. Но это совсем не так. Если возрастные изменения затронули многие суставы в шее, если у вас были грыжи, прострелы в шее, если у вас серьезная патология или была, например, травма, то с возрастом позвоночный канал, который проходит в шее, становится узким. Позвоночный канал – это то место, где проходит спинной мозг. Вот спинной мозг, и он как раз находится вот в этой дырке, которая называется позвоночным каналом. Этого узкого пространства, когда мы разгибаем шею, то есть делаем вот такое вот движение, становится меньше. Поэтому все сгибательные позиции, то есть наклон вперед, расширяют этот канал, а разгибательные позиции сужают. Соответственно, если там мало места, то организм ограничивает амплитуду движения. То есть вам тяжело голову запрокинуть назад. Вас просто не пускают мышцы и суставы. Организм это делает для того, чтобы обезопасить спинной мозг и нервные корешки. В этом случае обязательно необходимо сделать МРТ, так как это состояние может сопровождаться повреждением, травматизацией спинного мозга. С вами был Мишаня Бычков.